Лицензионно-разрешительная деятельность. Это словосочетание, пусть и звучит громоздко, и предполагает в основном бумажную работу, вне всякого сомнения. Одна из важнейших опций функционала Росгвардии. Право на оружие – это большая ответственность, поэтому все должно быть учтено и задокументировано, включая даже какой-нибудь скол на прикладе. Охотник, например, владелец оружия. Если он имеет ружье, он, например, какой-то. Оно у нас учтено, все его параметры записаны в нашу специальную базу. И если он решит продать это ружье, подарить и так далее, то этот переход будет также учтен. Выдача различного рода лицензий частным охранным предприятиям и даже частным детективам – это тоже сюда. Доморощенных Шерлоков-Холмсов в Рязани уже порядка десяти. Только вот обращаясь за удостоверением, многие претенденты, по словам Михаила Романова, что называется, витают в облаках. С толку избивают голливудские фильмы, где частный детектив – этакий джокер, которому разрешено все. И прослушивать, и снимать в ванны, и стрелять по-македонски с обеих рук. Но российские законы быстро опускают их с небес на землю. На текущий момент за людьми просто так следить нельзя. Все-таки нужно какое-то разрешение. Если мы говорим, ну, для простого примера, если мы говорим, мама беспокоит за своего ребенка, где он проводит время, так как она является его опекуном, то она дает детективу, например, разрешение на слежку за ним какую-то там негласную, да, производство фото-видеосъемки. Вот. А в отношении других людей, если они дают такое разрешение, то это очень проблематично. Здесь не закон. О законе и его соблюдении в честь профессионального праздника более подробно в программе «Городские встречи». Ее эфир смотрите в ближайшее время. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».